Вспоминаю, что мы делали. Наверное, положены куда-то в гибрид. На колготках тут. Наверное, на бумажках написаны. Включены вот такие трубочки. Надо очень мелко писать. Маленькие, которые как гармошка прорваются под юбку. Под колготку, под юбку. В младшей школе за пеналом. Я не пользовалась, я не знаю. Не знаю, но не пользовалась. На парке карандашом их никто не замечает. Совсем нет. Страшно. Скорее. Ну, не очень. Смотря что ты до этого делал в школе. Могут быть очень интересные люди. Родители ходили, но я учился нормально, так что проблем не было. В качестве родителя это совсем не весело. Да. Если ты хороший ребенок, весело. Моя мама не ходила на родительские, я не знаю. Нет. Особенно, когда мама приходит. Учительница географии, потому что она привела любовь к предмету. И учитель математики, потому что он общался с нами как с друзьями. Алла Владимировна, преподаватель по физкультуре. Она была очень добрая. У меня учитель русского языка. Мой любимый учитель Майя Гавринина Сансонова. Моя любимая учительница была учительницей немецкой языка Стивилина Васильевна и учительница математики Елена Семеновна. Учительская средняя школа. Преподаватель истории. Она очень хорошо рассказывала истории своей жизни, подавала примеры. Мне очень нравилось. Мой учитель по математике очень страшный человек, но очень классный. Мне запомнилась учительница из ООН, потому что я рисовала очень долго одну картинку. Потом я получила критику, а еще наклеила монетку на лоб, вот. Моя математичка. У нее были очень странные шутки. Вот. Музыка Нет. Может быть. Почему нет? Те свои года обязательно, да, я очень любила школу учиться. Да, конечно. Однозначно. Да, в школе было весело очень. Скучаю. Да. Конечно, обязательно. На годик. Музыка Терпение. Терпение, терпение, терпение. Т plaus ключевую hissор, те. Крепких нервов. Самое главное. И послушать учеников. Терпение и везение с учениками. Терпение и везение. Стальных нервов. Главное – спокойствие. Не нервничаете с Researchers. чем до класса поднимутся, потому что так все нормально, конечно. Наверное, быть чуточку добрее и в каких-то моментах относиться к детям как к детям, а не как к чему-то более серьезному, и не ломать их. Любви к детям – это первое, и как преданность своей профессии. Чтобы дети не баловались, служили всех учителей и терпения, и их нелегко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова